Так, лабораторная работа номер два, варианты решения задачи, то есть цели, и приблизительно вопрос к собеседованию написан в методическом указании. Так, ну и сейчас постараемся выполнить задачу, то есть нужно ввести целое число и определить, чётное оно или нет. Так, начинаем выполнять программу, начинаем с заголовка программы. Так, дальше нам понадобится одна переменная, допустим, которая у нас будет целочисленная. Так, и начинаем выполнять тело программы, которая всегда начинается с ключевым условиями, но заканчиваем с акцентом с точкой. Итак, сначала себе при помощи оператора вывода пишем комментарий, что нам необходимо сделать. Дальше при помощи стандартного оператора ввода осуществляем ввод этого числа с клавиатурой. Так, ну а дальше проверяем, чётное оно или не чётное. Воспользуемся стандартной функцией. То есть число A делится на 2. Соответственно, если ставим 1, это будет с остатком. Если ставим 0, то без остатка. Давайте поставим 1. Ну и тогда пишем на экран, в помощь стандартного оператора вывода, что у нас число нечётное. А иначе... Число у нас получается чётное. Так, ну и... Вот... Всё решение задачи. Итак, запускаем, проверяем направленность. Если нет ошибок, у нас появится окно ввода данных. Так, мы вводим 3. И нам показывает, что число нечётное. Да, кстати, вместо, например, остаток отделения, можно использовать и другую функцию. Проверка на нечётность. Которая записывается следующим образом. Тогда... Равной единице нет необходимости. Давайте проверим то же самое. Так, запускаем. Вводим 3. Все ответы у нас нечётные. Так, снова запускаем. Вводим 4. И число у нас чётное. Так, вот в чём заключается основной этап выполнения лабораторной работы. Следующим этапом мы переходим в электронную таблицу. Соответственно, вставляем здесь, пишем слово. Параметр. Ячейки блядим. Ячейки за этим пишем. Значение. Так, здесь пишем. А равно. И вводим соответствующие значения. Так, а здесь вводим сообщение. Так, используем функцию. Если. Логическую. Так, ну и здесь проверяем. Здесь придётся воспользоваться функцией. Остаток. Остаток. Так. На 2. Если идёт форма, пишем. Отчётная. Если она отчётная. отчётная. Так. Всё работает. Так. Вот в чём заключается следующий этап. Ну, в данном случае этап номер 2. Переходим к третьему этапу, сначала напишем условия задачи, вставляем, либо набираем. Дальше копируем код программы, и после условия вставляем код программы. Остается нарисовать блок схему, для этого вставляем новое полотно. Так, ну и начинаем рисовать, соответственно, блок схемы. Так, нам понадобится начало. Возвращаем код программы, начало, ввод значений, проверка условия, дальше вывод, счетность, нечетность. Так, ну и конец выполнения задачи. Так, ставим линии связи со стрелками, показываем направление движения алгоритма. правильный путь, естественность которого проверяется. Так, добавляем текст. начало. Начало. То есть не забываем, идем убедимы. Дальше мы вводим значения А. Так, дальше проверяем условия. Либо можно по-русски написать. Нечетное. Так, если да. Соответственно, число нечетное. Так, если нет, то, соответственно, число у нас получилось четное. Так, ну и добавляем. О, конец. То есть конец выполнения программы. Так, ну и вот как у нас будет выглядеть. Был схема на реализуемый, соответственно, алгоритм. Так, ну и осталось последнее. Это защитить вашу лабораторную работу. Так, ну и добавляем. Так, такого духа перед лиrell-ко 발з ping в вас.